Друзья, приветствую! Анна из Северодонецка передала образцы двух масел. Это Total Quartz Aineo First 0.30 и MPM Motor Oil Premium Synthetic PC 0.30 с допусками Peugeot Citroen из одного автомобиля. Это дизельный Citroen DS Crossback. Давайте приступим. Первое масло Total эталон у меня уже создан. Видео есть на канале. Я проверял тоже, кстати, из Citroen данное масло. Давайте проверим второй образец. Смотрите описание автомобиля 2016 года. 1.6 дизель 120 сил. Объем масла 3.75. Пробег на масле. Средняя скорость 25 обращаю внимание. Заправки OCO. По противоизносным присадкам 90 процентов. Ни трава не растет. Для дизеля, кстати, не характерно. Здесь какие-то кислоты накапливаются. Ну и видно сразу. Кислотная почти 5. Очень высокая. Очень. И оно же, я считаю, прибило щелочное в ноль. Небольшой достаточно пробег. Но вот такие показатели. Значит, 80-х пассажей тоже немало, кстати, для такого пробега. На минутку это мотор Евро-6. И я считаю, ну, мое мнение, скажем так, что это связано с топливом. То есть, вот такую закисленность высокую дало именно топлива. Возможно, что это потянуло и уже нитрование. Следующий образец. MPM Premium Synthetic PC. Значит, ну, видите, допуск. C2 тоже Ситроеновский. Fiat здесь присутствует. Вот такая спектрограмма у данного масла. Я обновил на болванке. Видно, ступенька такая достаточно приличная по СТР. Сейчас я увеличу этот фрагмент. Покажу вам. Да. 0,17. Это примерно 3% СТР. Далее выбираю данное масло. Подкорректирую значения, которые сдвинулись в результате обновления. Так. Это пункты, по которым. Лимиты. Ну и смотрите. По противоизносным присадкам, в принципе, очень хороший уровень. Относительно кастрола 0,30. 106%. Ну, практически такой же. Да. Гликоль убираю. И посмотрите, что здесь показывает по кислотному и щелочному. 1,9 кислотные. 3,7 щелочное. Но, учитывая 3% эстеров, я думаю, что они, конечно, повлияли. Они щелочное понизили, а кислотное, соответственно, повысили. Я выставляю щелочное по данным производителя 6,2. Вот так он заявляет. Ну и немножко, естественно, пониже кислотное. Потому что я думаю, что все-таки оно подзавышено. Сначала я поставил 1,5. Но считал, что это, учитывая эстеры, очень низкий уровень. Выставил там 1,7 в итоге. Так. Все. Эталон по данному маслу я создал. Сохраняю данные. И можно приступать к проверке отработки. Так. Смотрите. По отработке. Вот это масло МПМ. Тот же автомобиль. Все те же условия. Только больше пробег. Другая дата эксплуатации. С ноября по июль 2021. Тоже топливо. Выше средняя скорость. И пробег на данном масле 11 тысяч. Практически 100 километров. 358 моточасов. И посмотрите. Картина такая же самая. Чуть выше сажи. Больше пробег. Выше сажи. Здесь 4,5. Кислотная. Тоже очень высокая. Пониже противоизноски. 76 процентов. И щелочное. 1,9. Выше, чем на тотале. Но все равно высокая. Непонятно, по какой причине у меня не загорелось. Значит, нитрование. Честно говоря, не понял. Видимо, лимиты я не подправил. Вообще должно было. Это прописанные заводские должны быть. Ну, настройки прибора. Здесь тоже нитрование растет прилично. Ну, понятно, что по маслу здесь одинаковая картина практически. По ресурсу, понятно, будет разница. Ну, давайте сравним. Какие моменты есть? Значит, 5 лет машина обслуживалась до 2021 года у дилера. Где-то, по-моему, в Харькове на станции. И есть очень серьезные подозрения, что вот с тоталем была частичная замена масла. Почему? Потому что один прекрасный момент. Анна заехала к дилеру. Ей должны были залить мочевины. Вот, кстати, по тоталю. Видите, небольшое разжижение. Ну, это нормально. 25 средняя скорость. В порядке. Должны были налить. И написали, что налили 10 литров мочевины. Но после выезда со станции машина написала, что через тысячу километров мотор будет заблокирован. Недостаточно мочевины. Она заехала, купила 10 литров. И все 10 литров вошло. То есть, дилер написал, что заменил. В итоге не заменил. Поэтому есть серьезные подозрения, что с маслом такая же история. Частичная замена. То есть, мутная станция какая-то дилерская. Непонятно. Вот видите, да? МПМ. Другие данные показывает. Практически нет разжижения. Хотя и пробег больше. Но здесь, правда, и средняя скорость. 31 километр в час. Ну и основная, конечно, мне кажется, претензия это топливо. Вот. С топливом что-то не так. Потому что очень высокая и кислотная. Да, не забывайте отметить видео. Подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас я покажу вам сравнение ресурсов. Конечно, это фантастический ресурс. И один и второй, честно говоря, для дизеля вообще нетипичное. Не знаю. Может быть, это связано. Я замечал, что чем больше сажи попадает в двигатель, значит, тем больше противоизносной присадки из топлива. Но здесь тоже какого-то космического превышения противоизносной нет. Не знаю. Возможно, какой-то подмес, какой-то дешевого топлива. Потому что машина Евро-6. Требования уже очень жесткие. Сами видели. По маслу щелочной запас минимальный. В принципе, вот эта дельта между кислотным и щелочным, она небольшая. Она рассчитана на, скорее всего, понятно, что на топливо Евро-6. С минимальным содержанием серы и всего остального. И ограничения по фосфору должно быть. Здесь я считаю, что масло прибивало топливо. Хотя, как говорят, слышал я, что Око это одни из лучших заправок на Украине. Значит, не знаю. Также я читал, что Око и Вок закупают в Белоруссии топливо. Ну, возможно, они подмешивают какой-то там свой компот. Честно говоря. Не исключаю. Слишком уж сильно масло прибито. Автомобили дизельные в России, как правило, намного дольше ходят на масле, чем вот данный. Может быть, конечно, и мотор такой какой-то специфический там за экологией зажат. Не знаю. Ну, факт налицо. Два анализа. Разные масла. Я думаю, что разные пакеты, составы. Но картина вот такая. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Какие мысли. Благодарю Анну за предоставленные образцы. Поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока.